Время новостей на Хабар 24. В студии работает Гульнара Жандагулова. Здравствуйте. Членов избирательных комиссий, наблюдателей и доверенных лиц-кандидатов, которым предстоит работать на предстоящих выборах в красной и желтой зонах, обследуют на наличие коронавируса бесплатно. Об этом сегодня заявил министр здравоохранения Алексей Цой. По его словам, деньги на ПЦР-тестирование планируют выделить преимущественно из фонда социального медицинского страхования. Сколько именно средств потребуется на обследование участников избирательного процесса, в Минздраве ответить затруднились. В ведомстве пояснили, что прием заявок к этому часу еще не окончен. Вакцина от коронавируса Pfizer появится в Казахстане не раньше второго полугодия 2021 года. Об этом также сегодня, отвечая на вопросы журналистов, заявил министр здравоохранения Алексей Цой. Правда, сколько будет стоить прививка, пока неизвестно. По словам главы Минздрава, цена не разглашается из-за соглашения о конфиденциальности, которое было подписано с американским производителем. Отмечу, казахстанская вакцина от COVID-19 на данный момент проходит третий этап клинических исследований. В них участвуют 3000 добровольцев. Предварительно было предложено, что данная вакцина может появиться в Казахстане не раньше второго полугодия. И мы предложили нашим коллегам, чтобы они внесли документы для проведения процедуры регистрации данной вакцины на территории Казахстана. То есть максимально мы попросили ускориться и данную вакцину, чтобы мы могли получить в Казахстане. Но пока нам заявили сроки не раньше первого, второго полугодия. Количество инфицированных коронавирусом в мире приближается к 85 миллионам. В Великобритании накануне снова обновили дневной рекорд по числу инфицированных. COVID-19 выявили почти у 60 тысяч британцев. А количество госпитализированных пациентов с коронавирусом превысило показатели первой волны. В США за минувшие сутки число выявленных случаев увеличилось на 160 тысяч. Из-за резкого увеличения числа заболевших власти некоторых штатов призывают людей сдавать кровь, а на помощь врачам пришли медработники армии и ВВС США. В Бельгии ужесточают контроль за распространением COVID-19, если в конце декабря тест на коронавирус при въезде в королевство должны были пройти все прибывающие стран красной зоны, то с начала января это требование будет касаться всех граждан страны в обязательном порядке. Все, кто находился за границей не меньше 48 часов, обязаны пройти тесты на коронавирус в первые и седьмые дни после приезда. По словам вирусологов, в противном случае королевству грозит повторение опыта февраля прошлого года, когда многие из отпускников вернулись с горнолыжных курортов с коронавирусом. Новые центры тестирования открыты не только в Брюссельском аэропорту, но и на крупных железнодорожных вокзалах бельгийской столицы. Напомню, среднее число новых случаев заражения в сутки, достигавшее на пике второй волны 22 тысяч человек, снизилось до 2000. Количество госпитализаций и смертельных случаев из-за введенного в стране жесткого карантина также снижается. «Мне пришлось показать полицейскому отрицательный результат теста на коронавирус, когда я вошла в главный зал железнодорожной станции, а также форму для заполнения, которую я не показала по прибытию». Создан новый центр тестирования для прибывающих поездами «Еуростары» «Талис». Он открыт с 9 утра до 11 вечера и даёт возможность пройти тест при возвращении в Бельгию и за границей. Его пропускная способность до 750 тестов в день. Африканский микробиолог, впервые обнаруживший Эболу, предупредил, что в Демократической республике Конго могло появиться новое смертельно опасное заболевание. Об этом врач заявил в интервью телеканалу CNN. По его словам, у одной из пациенток на западе страны были признаки геморрагической лихорадки. Но результаты анализов не показали наличие у неё Эболы и других следов, известных в медицине заболеваний. Специалист предполагает, что женщина может быть нулевым пациентом нового, ранее не обнаруженного патогена, который он назвал болезнью X. По оценкам африканского учёного, новое заболевание может быть столь же заразным, как и COVID-19. Иран намерен резко повысить уровень обогащения урана в стране. Об этом сообщили в Международном агентстве по атомной энергии в планах иранских властей довести уровень обогащения до 20%. Отмечу, согласно ядерной сделке, этот показатель не должен превышать 4%. При этом в Иране не сообщили, когда планируют приступить к реализации планов. Напомню, ранее парламент Исламской Республики принял закон, согласно которому в стране ежегодно должно производиться не менее 120 килограммов урана, обогащенного до 20%. Три человека погибли в результате крушения самолёта в американском штате Мичиган. По информации СМИ, одномоторное воздушное судно упало на частный жилой дом. В результате происшествия погибли пилоты и два пассажира. Жильцам удалось покинуть горящий дом невредимыми. По словам хозяев жилища, в огне погибла их кошка. Причины инцидента выясняют авиационные чиновники. В Европе полицейские разогнали очередную новогоднюю вечеринку. В пригороде Барселоны стражи порядка остановили массовые мероприятия, начавшиеся еще 31 декабря. Свыше 300 человек отпраздновали Новый год больше 40 часов. Некоторые продолжали веселиться даже после прибытия полиции. По словам властей, организаторы мероприятия арестованы и их ждет штраф до 600 тысяч евро. Участники вечеринки также будут оштрафованы. Новую школу на 120 мест сдали в эксплуатацию в селе Гранитогорск Жамбылской области. Благодаря этому в Меркенском районе полностью решена проблема аварийных учебных заведений. Теперь школьники села в третьей четверти будут учиться в новой современной школе, а старое здание планируют снести. Как в целом в регионе решают проблему трехсменных и аварийных образовательных учреждений, расскажет Анастасия Сульманова. Эта средняя школа номер 8 функционирует с 1952 года. С того времени проводился лишь косметический ремонт. Поэтому трещины и дефекты одноэтажного здания видны невооруженным глазом. Несмотря на это, школьной грамоте обучилось не одно поколение сельчан. Один из них – Абай Козыбаев. В этой школе, помимо него, образование получили его дети. А сейчас учатся и внуки. 69 лет, как я помню, в этой школе уже. Ну, все старее же сейчас. Вот уголь возят, привозят. Это все вот такое, знаете, экологию тоже портит. Котельная находится в подвале под учебными кабинетами. Директор школы не скрывает, что такое расположение небезопасно для жизни детей. Не выдерживают никакой критики и условия обучения школьников. Грызть гранит науки учащимся приходится в старых маленьких кабинетах. А уроки физкультуры проходят прямо в коридоре. Он же служит актовым залом и местом проведения родительских сельских собраний. Отдельных залов здесь нет. Школу я окончил в 79-м году. И вот наш спортзал с того времени идет. Здесь перемен никаких нет. Наш инвентарь, вот все это я сам делал, как в эту школу стоят. Вот эти инвентарь все списанные. Вот здесь все проходит у нас. Вопрос аварийной школы сельчане поднимали на протяжении 10 лет. В итоге проблема решилась. В Гранитогорске построили современную школу на 120 мест. Самое главное, тут появились спортивные и актовые залы. Имеется столовая. С третьей четверти учащиеся переедут в новое здание. А старые планируют снести. Школу полностью оснастили всем необходимым оборудованием. У нас появились линейкофонные и компьютерные классы, кабинеты физики и химии. Раньше о таком учащимся приходилось только мечтать. Сейчас у учеников теперь есть возможность углубленно изучать любимые предметы и достигать результатов в учебе. Всего в Жамбулской области в 2020 году построили пять школ. Благодаря этому в регионе решили проблемы двух аварийных образовательных учреждений. Столько же с дефицитом мест. И одно с трехсменным обучением. Такие же проблемы предстоит решить еще в 16 школах области. Анастасия Сулейманова, Тимур Силхангерсон, Хатила, Жамбулская область, Хабар-24. Жители села Жандосова Карасайского района многие годы ждут, когда в их населенный пункт проведут чистую питьевую воду. Зимой из-за изношенности фильтрационных установок на водозаборном сооружении образуются ледошуговые массы и возникают перебои с подачей воды. Наш корреспондент Гульнар Жантасова расскажет, как решаются эти проблемы. Эта артезианская скважина была установлена прямо посреди села Жандосова еще в прошлом веке. Но и по сей день жители приходят сюда за чистой питьевой водой. Вода из водопровода не всегда бежит. Чистая, говорят они. Зимой на водозаборе возникает лед, образуется шуга и забивают трубы. Вода или не течет вовсе, или идет мутная. У нас раньше шалхара питьевая вода со скважины шла. На емкость закачивали, отсюда распределяли. А потом кто-то переиграл и с речки запустил. А с речки фильтра много проблем. Бывало замерзало, вода готова, скважины похоронили. Надеемся, что фильтра будут. В минувшем году местные власти принялись за решение проблемы. Провели в селе 26 километров линий водопровода. Сейчас строят новый водозабор и резервуары. Обеспечили чистой водой и село Турар. Сейчас здесь установлена современная водозаборная станция. С 2020 года были выполнены работы по 25 объектам. На следующий год мы планируем в поселке Джанатурмоз пробурить две скважины, построить два резервуара по 1500 кубов и полностью обеспечить население качественной питьевой водой. По Каскелену мы планируем пробурить скважину и два резервуара построить. Плюс к этому комитет водных ресурсов разрабатывает корректировку проекта строительства Каскеленского группового водовода, который будет обеспечивать 24 населенных пункта качественной питьевой водой. Ближе к 2023 году мы планируем все эти работы завершить. Вместе с тем в регионе остро стоит вопрос с устаревшими канализационными сетями. Из 47 населенных пунктов они имеются только в шести. Изношены они на 70%. Сейчас в селе Кайнар ведется строительство новой канализационной станции. По проекту здесь поле фильтрации не предусмотрено. Благодаря этим установкам вся масса будет проходить трето-почистки и чистая вода будет подаваться для полива сельхозполей. Эта передовая технология внедряется у нас в регионе впервые. К весне запустим объект в работу. В наступившем году будут протянуты сети канализации в селе Шамалган. А в ближайшие год-два они будут построены еще в четырех населенных пунктах района. Гульнар Жантасова, Ожазвай Бусынов, Хабар-24, Алматинская область. Династия бельгийских овчарок из столичного центра кинологической службы помогает полицейским раскрывать преступления. В общей сложности за последние три года собаки породы малинуа, вия и грета помогли раскрыть множество краш и обнаружить больше сотни килограммов наркотических средств. В этом году к ним присоединилась маленькая корона. Уже восемь лет вия служит в столичной полиции и помогает раскрывать преступления в сфере наркобизнеса. На счету у верного борца с преступностью десятки раскрытых преступлений. Одно из громких случилось в 2018 году, когда вия на посту рубеж Тургай помогла обнаружить в одном из автомобилей более 50 килограмм наркотиков. Вия нам помогла в раскрытии многих дел. Хороший напарник. В 2013 году она прошла обучение в Алматинском кинологическом центре. Ее адресировали для поиска наркотиков. Она на пунктах пропуска несла службу вместе с кинологом. Выезжала вместе с оперативными бригадами по борьбе с наркобизнесом. Благодаря ей в разное время удалось обнаружить свыше 100 килограмм наркотиков. У Вии есть дочь Грета и внучка Корона. Грета родилась в 2014 году, прошла обучение и сегодня помогает раскрывать грабежи и разбои. В этом году в центре ощенилась и Грета. Сотрудники оставили себе девочку и назвали ее Корона. Щенок пока чаще капризничает и балуется. Как и ее бабушка, Корона будет обучена поиску наркотических средств. Каждой собаке нужен индивидуальный подход. Есть разные методики обучения. Главное создавать непринужденный процесс игры. Животное не должно уставать, ему должно быть интересно. К примеру, некоторые любят играть с мячиком. Его мы и используем в обучении. То есть сначала просто собака ищет мячик, играет. Затем мы уже добавляем запах в зависимости от направления ее службы. Если это поиск наркотиков, то приучаем к запаху наркотиков. Постепенно начинаем прятать предмет. Сначала в коробке, а потом усложняем процесс. Каждый раз поощряем собаку за ее успехи. Лежать! Стоять! Примечательно, что бельгийские овчарки – полицейские собаки номер один во всем мире. У них сдержанный характер, они спокойные, послушные и не агрессивные. Хорошо поддаются дрессировке и чувствуют своего напарника. Анна Шолгина, Ерзат Зайтхан, Хабар, 24. Начало года в Казахстане будет холодным. Понижение температуры воздуха ожидается во второй половине января, говорят синоптики. В западных областях страны температура воздуха будет достигать минус 27 градусов ночью и до минус 20 днем. В южных и юго-восточных же регионах столбики термометра опустятся ночью до минус 25 градусов мороза. Местами ожидаются минус 30. В январе также ожидается у нас несколько волнов холода в первой и в третьей декаде. Количество околонурмы. Также понижение температуры ожидается в северных, центральных и восточных регионах Казахстана. Ожидается понижение температуры воздуха до 25-30 градусов. Местами 39-43 градуса мороза. И днем ожидается 15-20 градусов мороза. И на этом пока все. С вами была Гульнара Жендагулова. Всего доброго и до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!